Политическая молодежная организация под названием «Комсомол» в нашей стране родилась 100 лет назад. Тех, кто был ее участником, называли комсомольцами. В нашем городе активисты ВЛКСМ появились спустя два года. Это была молодая и самоактивная часть населения. Комсомоли состоялись с 14 лет до 28. Первые комсомольцы наводили порядок в городе, проводили воскресники, помогали бороться со всеобщей безграмотностью, выезжали на сельскохозяйственные работы, организовывали кружки художественной самодеятельности. А в 30-е годы в Сочи приехали комсомольцы со всей страны. Был утвержден план реконструкции Сочи-Мацестинского курорта по инициативе Иосифа Виссарионовича Сталина. И приступили в 1933 году к реализации этого плана. То есть это был грандиознейший план. Это была ударная комсомольская стройка. На это были выделены в государстве большие деньги. Комсомольцами были построены зимний театр, летний театр парка Фронзе, художественный музей, бывший кинотеатр Стериум, многие знаковые здравницы курорта. А когда над страной нависла угроза фашизма, первыми в ряды защитников стали комсомольцы. Они добровольцами, будучи комсомольцами, естественно, ушли на фронт и погибли. Буквально в начале войны кто-то погиб в 1943 году, кто-то даже в 1941 год, как Онищенко. Та молодежь, которая осталась в городе, вступила в народное ополчение. Создавали санитарные дружины. Была большая угроза, что гитлеровцы займут Черноморское побережье. Комсомолка Людмила Пекель создала в Сочи школу радиооператоров. Подготовлено было более 200 радистов для действующей армии и партизанских отрядов. Вся комсомольская история здесь, в архивах, документах и фотографиях. До сих пор в Музее истории города-курорта Сочи приносят экспонаты, связанные с комсомолом. Вот это комсомольское знамя 70-80-х годов. Его сохранил для будущих поколений Александр Сергеевич Каравайный. Здесь хранится и его комсомольский билет, и учетная карточка члена организации, и мандат участника 19-го съезда в ЛКСМ от Краснодарского края. 29 октября этого года комсомол отметит 100-летний юбилей. В Сочи к этому дню приурочат мероприятие во всех районах курорта. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.